Небольшое поучительное видео по поводу того, что надо ли смазывать цепь, не надо ли смазывать цепь. Клиент купил в Декатлоне за 400 рублей баллон смазки, который пшикать надо. То есть не по капельке, а который из пшикалки работает. Вот так он отъездил зиму. Одна звездочка стертая вообще в ноль. Очень много грязи. Смотрите какой обод. Вот я его держу. Вот так он выглядит чистый. Вот так он выглядит сейчас в данный момент. То есть резина и дисковая гидравлика. Все это сейчас полностью в таком же состоянии. Чуть попозже я сниму переключатель, как он выглядит. Сейчас нам предстоит перебирать эти втулки. Смотрите, насколько внутри. Все это обнувать. То есть это дополнительные затраты для клиента и большой износ всех запчастей из-за того, что песок прилипает. И делайте так. Столько грязи на тряпке. Это только обод протерли. Кассета. Смотрите, что у нас с барабаном. Сколько грязи там внутри. Сколько грязи на втулке. Представляете? Скорее всего, эту втулочку... Сейчас я, конечно, ее разберу, почищу. Но я не знаю, что там внутри. Наверное, износ полный. Верьте в чудеса. У нас втулка на промах. И барабан на промах. Представляете? Смотрите, какая красота. Так что все живо. Никакого износа. Ничего нигде не закусывает. Потому что я расконтрогаю. Было законтрено. И чуть-чуть подзакусывалось. Сейчас все просто отмываем. Клиент обойдется все же с чисткой. Ничего не менять не придется. Офигенно. Как повезло. Вот и сам велосипед. В огромном количестве смазки. Еще и волосы пролипают. То есть, соответственно, все это работает не очень хорошо. Но работает. Потому что все-таки этот велосипед надежный. Модный. Пошла коррозия на вилке. Смотрите, как коррозирует алюминий. Сейчас будем все это очищать, перебирать, делать. Как вы думаете, сколько каретка проработает в таком состоянии? Но каретку мы пока менять не будем. Пока не развалилась. В общем, у нас вот так вот все. Очень печально. Эта смазка была не из бутылочки маленькой, чтобы по капельке капать. А смазка у нас была просто из пшикалки. Вот так вот это у нас все выглядит. Все это вообще будем отмывать. Это вот первичная мойка. То есть, мы сейчас размочили все масло. Смыли все основное. Но видите, все равно там еще очень-очень много всего. Сейчас они будут сохнуть у нас. Час-два будет растворитель испаряться. После этого будем мыть еще раз. И может быть, наверное, даже я их сначала разберу. Потом я их уберу еще. Ультразвукаю ванночку. Все это будет мыться не один раз. Столько у нас золота из этих трех переключателей и шатунов. Такое огромное количество, целая горсть грязьки. После третьей мойки вот так вот выглядят наши переключатели. Снутри еще песок. Достать до него щеткой не получается. Поэтому сейчас все это дело поедет в ультразвук. Шатуны отмыл. Передние шатуны сейчас тоже буду водой промывать, смывать. Вот это вот все. Переключатели у нас отмываются в ультразвуке. После трех порций обезжиривателя и растворителя. Тормоза я помыл, почистил, все настроил. Все отлично. Отмыл раму. Посмотрите, как все чистенько, красивенько, аккуратненько. Новая кассетка теперь будет на 7 скоростей вместо девяточки. Отмыл кареточный узел. И сейчас буду собирать шатуны. Тоже все очистил, отмыл. Шатуны намажу вот такой смазкой немецкой или английской. Очень хорошей. Для того, чтобы сам шатун не окислялся, не ржавел. Чтобы потом было легче вынимать. Ну и чтобы вставлять его было легче. И сейчас, соответственно, поставлю сюда еще одну монетку на 7. То есть у нас и старая монетка останется, и будет новая еще одна. Все отмыто, все почищено, все смазано буквально капелькой, капелькой. Вот сюда, вот в каждое соединение из шприца смазочкой я смазал. Все работает идеально. Прикольная цепь от Ябан. Фирма такая, UBN. Читается как Ябан. Очень прочная, очень хорошая, очень дешевая. Сзади, теперь вместо девятки у нас семерка. Все работает отлично. Все, опять же, очищено, отмыто. Значит, в чем прикол? Если бы мы поставили сюда девятку и кассету, и цепь, то по цене это вышло бы только за кассету и цепь ровно столько же, сколько мы сейчас берем за кассету, за цепь, за чистку и мойку задней втулки, передней втулки, переключателя, рамы, системы, настройку всего этого дела. Здесь вот все отмыли, тормоза помыли. И пока на данный момент у нас вот такой вот страшный колхоз. То есть у нас семерка монетка, святая Гуана и шимановская компоручка. С ней что-то не так. Она периодически издает какие-то звуки поскрипывающие. И здесь вот что-то торчит. То есть я думаю, что, скорее всего, клиенту надо поменять переднюю ручку на оригинальную, без вот этих вот люфтов, скажем так. И тогда все это поместится. В общем, человек катается каждый день. Каждый день он ездит на работу по делам. Очень много, он сказал, километров по 60 в день нам накручивает, скажем так. Кстати, вилку я не отмыл, потому что это не входило у нас в обслуживание. Поэтому решили поставить семерку. Она намного дешевле по цене. И вот получается, что только кассета и цепь на 9 стоило бы ровно столько же, сколько вообще весь велик целиком разобрать, обслужить, настроить и сделать. Единственное, что теперь вот надо переднюю ручку поменять на гидроручку без вот этой комбо девятки.